Самарканд Церемония вручения официального сертификата состоялась в Мидресе. Для Улукбека в солидный список на ряду с площадью Регистан вошли комплекс Шахизинда, Ичан-Калав-Хиве и еще один памятник в Бухаре. Всего четыре туристических объекта Узбекистана. В 2017 году на Анталийской сессии Комитета по туристической привлекательности было принято решение запустить новый всемирный список объектов особой туристической привлекательности. Зачем этот список нужен? В первую очередь он нужен простым гражданам. Если мы будем видеть тут простых рядовых туристов из разных стран мира, мы будем понимать, что это интересно, сюда хотят ехать. В Самарканде прекрасная гостиница, мы об этом убедились уже. Прекрасная кухня, очень вкусная. Я вам скажу, что меня поразила эта кухня узбекская, это очень интересно. Значит, нужно всему миру рассказать, что надо ехать сюда как можно больше. Приезжайте, вносите свой вклад, смотрите на эту красоту, которая, она просто удивительна. Я не могу понять, как можно было так строить, но как-то же строили. Как-то же строили, и мы не понимаем, как и сейчас, конечно, нам нужно это все перенимать. Узбекистан получает сразу четыре награды. Из них две – это Самарканде. Это говорит о том, что мировое сообщество признало Самарканд. И туристы со всего мира, мы ходим по улицам и видим сюда, приезжают очень много иностранных гостей. И гостеприимство жителей этого города говорит о том, что тут очень интересно, тут очень здорово, сюда хочется ехать, сюда хочется смотреть. И вот я собирался 50 лет. И вот я наконец приехал и вижу, что тут просто красотища. Я не ожидал такого. Во всемирный список объектов особой туристской привлекательности в ходе 2200 объектов материального культурного наследия из 193 стран. Это не окончательная цифра. Список постоянно пополняется и улучшается. Тадж-Махал в Индии, знаменитая Эйфелева башня в Париже, Московский Кремль. Они считаются не только главными достопримечательностями стран, но и памятниками всей человеческой цивилизации. Еще большую всемирную известность теперь получат и наши объекты. А поток туристов будет расти и в дальнейшем, но уже с другой скоростью. Благодаря вам, что вы сохранили такое достояние человечества, что, конечно, это очень здорово, что люди сюда едут, хотят увидеть это. И самое главное, я уверен, это придаст новый импульс развитию туризма. А если будет развитие туризма, значит будет развитие экономики. Значит, потекут сюда инвестиции, люди больше ездят сюда. И мне кажется, мы уже добились результата. Благодаря вашим заслугам это все получилось. Обсуждение туристических объектов на территории Узбекистана началось с 2018 года. За пять лет проголосовало почти полтора миллиарда человек со всего мира. Конкуренция была жесткой. Однако факт остается фактом. Культурное наследие страны получило мировое признание и в числе тех, которых стоит и обязательно нужно посетить. Более 50% проголосовавших прокомментировали, что Регистан должен стать первой туристической достопримечательностью в мире. На мой взгляд, это одна из самых главных замечательностей в Узбекистане. Поэтому приехали сюда. И я бы всем рекомендовал сюда приезжать. Тут очень красиво. Мы просто такого нигде не видели. Необычно, очень красиво. Решение о включении того или иного объекта во всемирный список объектов особой туристской привлекательности принимает сессия Международного комитета по вопросам туристской привлекательности и устойчивому развитию туризма методом голосования. Цель – популяризация объектов туристской привлекательности при движении территории в интересах устойчивого развития сообществ, народов и наций. Архитектурный ансамбль «Регистан» расположен в сердце Самарканда. Восстановлен до своего оригинального великолепия, что ставит его в первые ряды величайших среди всех величественных творений исламского мира. В день его посещают до трех тысяч туристов. С включением во всемирный список ожидается увеличение потока туристов в два раза. Мы созданы на территории цели, которые оценивали в первые ряды величайших среди. Узбекистан Узбекистан богат объектами материального и нематериального культурного наследия, представляя историческую, архитектурную, художественную и мемориальную ценность, они имеют особое значение для истории и культуры всей страны. И благодаря бережному сохранению памятников Средневековья, республика поистине может гордиться бесценным достоянием и смело демонстрировать его всему миру. Субтитры создавал DimaTorzok